Начну я свой видеоотчет на фоне такой замечательной церкви, которая называется Зодоху Пигис, если я правильно произношу. Итак, я в горах Тродос, я направляюсь в сторону деревень Лимассова и хочу посетить за два дня 4-5 деревень и разные интересные места вокруг и в Тродосе, в горах. Я выехал рано-рано-рано утром, здесь просто остановился, потому что увидел вот эту церковь интересную. Тут немножко так осенних красок, декабрь месяц, но все равно все, конечно, зеленое, сосны, сосны, сосны. Итак, первым у меня на пути деревня Лания и здесь сейчас прогуляюсь и, возможно, даже позавтракаю. Сейчас я покажу разные красивые места, домики, фасады и, наверное, даже немножко расскажу про историю этой замечательной деревушки. Издавна деревня славилась своими винодельями, но в наше время она более популярна как пристанище творческих людей. Уже в прошлом веке ее облюбовали английские художники. Самым знаменитым стал Майкл Оуэн. И на самом деле прогуливаясь по деревне, можно увидеть много интересных и любопытных галерей, которые часто открывают свои двери. Можно зайти, посмотреть и купить даже какую-то картину. Вот как раз музей командарии. Сейчас он закрыт, видимо, еще слишком рано. Эта деревня издавна славилась своим вином и здесь как раз предлагается посмотреть на традиционный винный пресс. Пресс для винограда, я так понимаю. Вот так вот оно раньше все выглядело. И таким образом, видимо, давился виноград. Вот написано, что он был построен в 1822 году. И в основном, с помощью него изготавливалось десертное вино командария. На самом деле малюсенькая такая деревенька. Ее за полчаса можно, наверное, обойти. Вот. И все закрыто. Думаю, может быть, кофе попить, но все закрыто. Потому что еще рано, полдевятого утра. Поэтому я поеду дальше. Я приехал на водохранилище Куриц. Здесь вот такая интересная затопленная церковь. Вот. Но, к сожалению, сейчас, мне кажется, не самое лучшее время. Было бы, конечно, намного интереснее, если бы нам было более затоплено, чтобы было больше воды. Тогда мне для фотографии было бы, конечно, интереснее. Но сейчас хочу походить, посмотреть. Может быть, попробовать для заката найти что-то. Если нет, то в следующий раз приеду. Вот. А церковь это затоплено, потому что построили водохранилище. И забросили ее. О, ничего себе. Я вижу очень-очень-очень-очень интересную птицу. Сейчас попробую фотографировать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все. Десять утра. Еду дальше в деревню Омадос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заехал по дороге. А, сейчас маску приспущу. Заехал по дороге. Здесь какая-то маленькая винодельня. Везде знаки, знаки, знаки. Ну, я решил остановиться. Вот так вот выглядит здесь. Растет виноград. Там тоже на холмах. Зайду внутрь, посмотрю, что там у них. Вот такой маленький, как музей. Мне кажется, это вот семейный бизнес. Здорово. Даже попугайчик есть. Вот такая у них эмблема. Зенон. О, если честно, мне прям вино вообще не понравилось совершенно. Нам не дало попробовать и красное, и белое. Вот прям вообще не мое. Я взял, как бы неудобно было. Я уже взял одну бутылку. Хорошо, у нас все, 5 евро стоило белого. К Синистере. Ладно, поеду дальше в Омадос. Все, я приехал в деревню Омадос. Тоже очень пустынно, никого нет. Только какие-то рабочие ходят. Погуляю, посмотрю, что здесь интересного. Н Ом! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас летал на дроне И из-за сильного ветра его унесло Я потерял с ним связь Я побежал через всю деревню Бегал-бегал, как-то нашел его Он на крыше лежал, небольшого дома У меня получилось его достать Вот, и такие кадры получились Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я приехал в деревню Вуни Очень красивая горная деревушка На подъезде можно остановиться И вот такие фотографии сделать Вот, сейчас я пройдусь, поднимусь наверх Немножко здесь погуляю Тоже пофотографирую Это кафе Визитная карточка Вуни Я, собственно говоря, ради него приехал Очень колоритно, красиво Можно встретить на разных открытках Сейчас подойдем поближе, посмотрим Мы его украсили к Рождеству Очень красиво Здесь написано, какого оно года С 1908 года Сейчас кафе закрыто До новых встреч! Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Все, я уж так устал Надо ехать в деревню Арсос Где у меня на две ночи отель И, с одной стороны, здорово Нет вообще людей Я один здесь хожу Просто во всех практически деревнях Я один хожу И все смотрю, фотографирую Никто не мешает С другой стороны Немножко обидно, что все закрыто Все кафе Все какие-то магазинчики Не то, чтобы я собирался что-то покупать Ну, просто Как бы такой Немножко ghost town Все вымершее Как-то немного неуютно Вот, ну, свои плюсы Свои минусы Вот, а теперь Я вам сейчас покажу Вид с парковки Здесь я поставил машину И открывается Красивый вид на холмы И даже немножко Осенних красок Поехали дальше Деревня Арсас В которой я буду сейчас жить Два дня Я приехал На смотровую Ну, даже здесь Не смотровая Здесь просто Дорога идет И отсюда открывается Просто волшебный вид Просто очень классно Очень красиво Я заселился Вот в такую Халупу Вот в такой Домик С высокой крышей Такая маленькая кровать Здесь такая Небольшая Прихожая Здесь кухонька И здесь Душ И туалет Сейчас покажу Здесь еще есть Симпатичный двор Такой Вот такой вот здесь Симпатичный дворик Симпатичный дворик И рождественские украшения Ну все, я нашел Где мне питаться По крайней мере Вот здесь главная площадь Вот здесь главная площадь И Арслес кафе Я здесь буду сейчас кушать Надо только забрать Надо только забрать вещи из машины Сейчас пройдем немножко Посмотрим на эту деревню Да, что еще хотел сказать Что Вот эта комната Мне обошлась 80 евро За ночь Это при том, что мне сделали скидку А так она стоит 100 евро За ночь Мне кажется Как-то они совсем Оборзелись ценами Если честно За что 100 евро Я вообще не понимаю Вот И Ну Как бы да Вот А сейчас я покажу Еще Тоже этот дом Визитная Карточка деревни Арсос Вот он сейчас За мной этот дом Сейчас покажу Такой колоритный Тоже Красивый домик Вот такой вот Дом Вот такая деревушка Киприотская Я не помню Я здесь машину оставил Немножко заблудился Я надеюсь, что здесь Мне кажется, что здесь В общем План у меня такой Мне нужно сейчас Покушать Поработать там По работе Часик сделать Все дела И сейчас Смеркается рано Так что Уже Четыре часа Надо ехать На эту обзорную площадку Попробую Пофотографировать На закате Хотя солнце С другой стороны Но может быть Просто будет Красивый свет Все Я зашел в кафе Ресторан Таверна Не знаю Вот смотрите Какие здесь Красивые мужчины На стенах И вообще Очень Очень Колоритно А еще Здесь Вся стена Увешана Такими Четками Принесли мне Такой огромный Посмотрите Огромнейший Кусок Свинины С салатом И картошкой Приехал я Опять на обзорную площадку Как и собирался На закате Солнце Там Фотографировать Я буду Вот туда Как бы Не совсем Стандартная ситуация Но просто Ничего лучше Я придумать Не смог И Ну может быть Просто Вот фотографировать Сейчас будет Такой приятный Мягкий свет И может быть Потом Когда зажгутся огни Тоже будет интересно Смотреться В любом случае Давайте Увидим Что из этого Получилось Вот такая вот Красота Меня встречает Хо-хо-хо Ну Симпатично Конечно Дождь прошел Я немножко Поснимал Но Ничего так Нарядненько Вчера Я что-то Приболел Меня так Прям колбасило Ночью Может быть Не знаю Грипп какой-то Но все равно В 5 утра Встал Поехал Опять Такими дорогами Просто Извилистыми Ночью Было Немножко Стремно Ехал Ездил опять На эту затопленную Церковь Вот такие Пару кадров Получилось А сейчас Я еду Я вот вообще В горах Тут такая дорога Просто серпантин Сумасшедшая Очень красивые виды Сейчас я покажу Я еду Смотреть Фотографировать Венецианские мосты Давайте покажу Дорогу Какая вот дорога Горный серпантин Очень красиво Вот Я еду Фотографировать Венецианские мосты Как я уже сказал Они были построены В период правления Венецианцев На Кипре Это примерно Середина Прошлого Тысячелетия И таких мостов Довольно много Раскидано По всему Кипру Вот Но Самые Знаменитые Вот они находятся Их два Или три Вот это В районе Лимасола В горах Тродос Сейчас И поеду Посмотрю Что это такое Особенно Осенью я всегда Хотел сфотографировать С какими-то Синими листьями Если вот Удастся Хотя уже Начало декабря Я приехал К первому мосту Вот такой Красивый мост Слушайте Очень-очень-очень-очень И живописно Очень Я его сейчас Буду фотографировать Наверное Одену Резиновые сапоги Игорь Негода Второй мост Называется Илья Его сейчас Реставрируют Ремонтируют Там Тачка Наверху И Работают Мужики Работают Тут несколько Мужин И они увидели Что я фотографирую И отошли Может быть Чтобы дать мне Сфотографировать Может быть Просто потому что Решили позавтракать В общем Очень удачно Все сложилось И вот такие Кадры получились Так Все Я отснимал Сейчас Не знаю Не могу решить С одной стороны Я бы мог поехать Пофотографировать Еще один водопад Но Мне кажется Что уже Свет хороший Прошел Что уже Поздно ехать С другой стороны У меня вариант Только вернуться Обратно В деревню И позавтракать Все Вернулся В свой отельчик Еще даже не решил Буду я здесь Еще останавливаться На одну ночь Или поехать Домой Не знаю Не уверен В любом случае Меня здесь ждал Вот завтрак Такой Колбаска Сыр Оливки Огурец Помидор И Вареное яйцо В общем я решил Ехать домой Позвонил Хозяйке Попросил Съехать сегодня Она вроде Не возражала Ой Бегают куропатки Я вижу Прямо пробежала Не знаю Может 10 куропаток За ними сейчас Везде охотятся Я вот когда был Фотографировал Венецианский мост Там как раз приехали Два мужика Охотники И угостили меня кофе И Рассказали Что они охотятся На куропаток Вот А сейчас просто Свернул в дороге Видел такую церковь На самом деле Она Не очень Фотографичная Вот Но Смотрю Может сейчас Фотографирую Все равно По дороге Из Лимассола В Некоси Есть Деревня Тохни И вот Я решил Здесь сейчас Встановиться Надеюсь что Мне не зальет Дождь Немножко прогуляться Довольно Колоритно Выглядит Уже на подъезде И вот Там Огромная Огромная Туча Я вот Ее боюсь Не знаю Надеюсь что Мне повезет Вот И здесь Где-то Должна быть Тоже такая Локация С видом На эту Церковь Красивую Посмотрим Может Я Я Субтитры очень классная коваритная деревушка часик погулять опять все кафе рестораны закрыты мне даже пообедать негде вот на этом наверно все я заканчиваю это видео ставьте палец вверх пишите комментарии нравится не нравится чтобы вы еще хотели посмотреть и обязательно подписывайтесь на мой инстаграм там очень много разных stories видео и конечно же фоточек